По живой очереди и только проверенным клиентам. Магазин наркотиков на дому организовал 52-летний минчанин. Всем по сходной цене. Кому три, а кому и пять свёртков марихуаны. Торговлю пресекли. А вот менеджер строительной фирмы, который подрабатывал так называемым минёром. Делал закладки с наркотиками в условленных местах. Работал ударными темпами по 100 тайников в день. Задержали его и ещё 10 покупателей. И таких историй немало. Оперативно удаётся устанавливать каналы поставки и находить причастных. В лабораториях сейчас быстро определяют состав найденных веществ. Объём наркотического рынка Беларуси исчисляется центнерами. Что-то идёт транзитом. Другой груз предназначен для белорусского потребителя. Только в этом году в стране изъяли около 300 килограммов различных запрещённых веществ. В этой лаборатории в течение 40 минут помогут определить, является ли белый порошок или таблетки наркотиками. С начала года милиция пресекла 16 каналов поставок наркотиков в страну и транзитных перевозок. С начала 2019 года было выявлено около 2500 преступлений. Мы видим, что динамика выявляемых преступлений снижается. Возы в республике сохраняются. И нам необходимо на сегодняшний день также продолжить активные мероприятия, как профилактического, так и оперативного характера, всеми государственными органами. Лечение наркомании – процесс небыстрый. В стране создана комплексная система помощи тем, кто попал в зависимость. В учреждениях здравоохранения пациентов не оставят один на один с проблемой. Проводится медикаментозное лечение, то есть нормализация физического самочувствия. Это этап первый. Последующий и необходимый этап – это этап реабилитации. Это достаточно длительная работа с целью нормализации его психологического самочувствия. По данным МВД, в стране регулярно употребляют наркотики около 88 тысяч человек. За полгода милиция пресекла работу двух подпольных нарколабораторий. Найдены 14 помещений, где выращивали коноплю и мак. Портрет сегодня наркопотребителя от 18 до 35 лет. Есть еще и старшие люди, которые потребляют наркотики, но их становится все меньше и меньше. Наркотики здоровья не прибавляют. Преступлений и наказаний становится меньше. Это связывают с антинаркотическим декретом. За пять лет число передозировок снизилось более чем в четыре раза. А среди подростков – более чем в 20 раз. Случаев с летальным исходом, которые ужасали новостные ленты раньше, стало меньше наполовину. Евгения Лесникова, Виталий Мотин. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова